всем здрасте ну вот я все таки опять попал в мастерскую спустя один день чтобы заняться работой вот с этими клинами на 75 процентов клин и я не сказал прошлом видео как-то вообще со временем было проблемы не сказал что они бюджетный вариант хотя они выше классом от бюджетного варианта но будут бюджетом вот только что вот нарисовал оправу вот так как мне кажется должна выглядеть материал сейчас покажу вот такой вот материал будет ее многие называют киринитом но это акрил акрил такой тукой упругий материал но это наверное на всех будет я так думаю даже наверное точно почему потому что это бюджетный вариант то есть все равно все равно в итоге бюджетный вариант и поэтому вот этот вот вот этот вот акрил который сразу где-то в 1000 рублей с лишним повысит стоимость бритвы то есть не каждому такой бюджетный вариант покажется бюджетом и поэтому я сделаю и вот примеру еще этот может из американского ореха может быть сделаем оправы может сейчас тут это еще какой древесиной думал что сапеле может сделаю я не знаю что такое вот из-за акрила сделаю может быть даже одну штучку максимум 2 если вот так вот все остальные будут деревянных оправах из древесины и поехали поехали надеюсь что-нибудь да покажу но особо много не вещаю потому что вот с клинками что им показать уже показал то есть что мог показать с оправами это долгой конетиль с оправами сейчас заготовки туда-сюда может быть что-то получится я вам покажу все пока на этом шаблончик я сморганил вот так он выглядит ну шаблон как всегда выглядит как-то упрощенкой в шаблоне и когда его ты уже представляешь видишь в готовой оправе тогда уже это совсем другой вариант так как это будет вот так это будет в итоге но я только что заметил что для широких телка этих вот сделал для узких то только что подумал об этом и не подходит 80 сейчас буду еще не шаблочек сряпать для узких потому что они вообще никаким местом не подкатывают рядом рядом но рядом это не подходит надо что было четко вот да я тут немного с обзорами как молек тут под закист совсем под закист вообще с работой ну да у меня очередной приступ апатии апатии это у меня такое дело прям вот оно как-то периодически находит есть такое сейчас апатия отступает как игорь из мирнов сказал что я тебя знаю пару дней я им говорю ой пару месяцев вообще делать ничего не захочу да я тебя знаю пару дней и ты опять за свои бритвы возьмешься потому что ты без них не можешь жить игорь ты был прав как ни крути все у меня уже руки дрожат мне уже мысли появились какие-то буду делать что-то такое надеюсь что такое будет делать такое эксклюзивное следующих следующему этапе но это пока все пока так вот все так с ветром где-то летает там ничего определенного поэтому пока продолжаем работу с этими бритвами да еще шаблоны поехали вот есть уже результаты это у меня давно лежал кусочек стабилизированной корейской березы такими стрелами как-то делал помню на заказ одну бритвку такую дорогущую и вот использовал эту березушку но там были стрелы прямо вот как вот на байкере ну в общем шикарный был шикарный получил штука это вот от нее у меня остался такой еще пластины я сделал просто это будет из того что уже было тонкая это тонкая будет оправа сейчас сразу покажу что было понятно вот это толстая это американский орех вторая уже под широкий клиночек американский орех и вот этот вот так называемый народе киринит так симпатичный симпатичный конечно да не знаю многие видела например сделают бритвию такую вот с такого материала ручку там все вау какая ручка вау ну блин ну да интересно и ну да но там вау вот как я лично не вижу почему потому что ну какой-то из нее любой можешь сделать вот любую даже вот к молотку ручку она будет вау вот в каком смысле а попробуйте сделать вот вот из этого еще из нее чтобы вау вышло я конечно не буду сейчас твоего это дело то есть не буду какие-то выкобениваться в чем-то потому что это бюджетные варианты у меня идут поэтому просто будут оправы просто но если вот сделать из этой вот хлеще вот этой тогда это уже вот я считаю вот это да вот это почерк как говорится художника в итоге а тогда симпатично ничего ну что ж поехали дальше вот и все как говорится тут как два пальца все готово ну как все готово еще клепочки и полирнуть я сейчас полирну в остальном все получилось в принципе нормально вот эта бритвка меня сейчас кольнула я даже не ожидал от этого то есть в руку не бамс как иглой оказался на пока полировалась там она застрелась и как говорится любовь нечаянно нагрянет когда ее совсем не ждешь вот и я тут совсем не ждал укола именно с этой стороны зада ладно что ж давайте посмотрим что у нас получается а это все залапано конечно все протирать и намывать еще уху делов сколько это вот с тоненькими плашечками здорово красиво плашки легкие удобные крепкие но есть у них минус сейчас покажу ни один немец вам не скажет если есть какой-то минус вот закрылась дальше на не пойдет но если ее прям сильно давить она может вылезти с обратной стороны так как плашки тонкие и нагрузок таких больших не выдерживает и пружинит просто пружинит вот как-то так поэтому ну бритва они вообще такие вещи которые не любят когда к ним силу прилагают как заточки как вправки как при бритье без силы все это делается весом клинка так и тут же закрывайтесь все прижали все но сильно жать не надо иначе она встретит вас с другой стороны горячим приветом так этот который меня кольнуло вот так вот она вышла показал вот это тоже из узких лезвий вот такие вот фигуреньки мне выходит 75 процентов клиент напоминаю все четко там ровно все здорово но ровно не ровно а вот оба наверно это и есть а внимание видите острие идет не четко посередине не четко чуть-чуть чуть-чуть смещено но это как говорится мешать вам точно не будет давайте сразу же похожую посмотрим из того же тоже дерево сделано древесина тоже это как же его называют американский орех тут конечно все равно идеально и вот он золотой нзды хрустальный вентилятор интересно даже мне интересно как смотрится вот туда же что-то такое добавить там что-то в нее там дополнить вот уже не хочется просто то есть тут уже как бы лишнее движение будет перебор эх дорогая зараза ладно что делать тоже есть нажать не вылезет не вылезет не вылезет вот такие вот мне варианты привыкайте кто не привык кто уже привык и уже знают что когда все в грязи это нормально я чисто и редко когда показывают хотя бы вот как-то так хотя бы культурить этот момент а то прям смотрите наверно тошно оба уже получше да же повеселей равнячок прям равняк равняком и так что мы имеем готовые бритвы собраны в оправы которые ждут то есть полировку шлифовку потом полировку клепок а это два процесса у них уже произведена первоначальная заточка то есть кромка выведена но вот вот и бритвки я уже вам показал предыдущем видео эти гульнула маленько середине ширина заточки опять же повторяюсь на бритье это не влияет вообще никаким образом то есть если кто-то мне там будет доказывать что вот у него бритва бреет с узкой тончайшей полосочкой лучше чем с широкой еще к собокой я просто не поверю я даже спорить не буду скажу да 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 все так и есть но просто я знаю намного больше чем другие в этом смысле почему потому что мне всегда достается прямо прям такой вот прям такой ядреный брак где там за . может гулять куда захочет и как захочет и мне по барабану это потому что я знаю когда затачиваешь именно вот эта плоскость по которой ты затачиваешь она выравнивает эту срию вот эту кромку выравнивает так что она по всей длине ровные это сигнализирует об этом заусенец постоянные ровные заусенец по всей длине все вот эта рабочая часть которая будет брить который будет правиться потом все будет правильно ну ладно я очень что спорить с кем-то нет спорить я не собираюсь кто как считает тот так и прав в этом ну что я наверно больше ничего снимать не буду сегодня потому что ну что я сниму ампулированные клепки но наверное никого это не возбудит за . сегодня точно сделать не сделаю потому что сколько времени ты даже не знаю что-то уже много прям совсем наводится давно темно этот все ковыряюсь и за . в принципе нужно делать на свежую голову на отдохнувшие руки и вообще как бы подойти к этому философски иначе ничего не выйдет потому что я уже на примере знаю у меня время от времени такие примеры бывают что ну да да вот так вот бросился сейчас я сточу там туда-сюда не не выйдет это дело такое причем затачивать я буду не одну бритву даже не 2 а 4 и причем у них твердость такая что вам все остальное просто где-то там карандаши затачивать соронки все я все сказал показал не знаю стоит ли показывать напишите комментариях нужно показывать заточенные бритвы вот так вот в обзоре или это вам вот если нет значит нет или промолчите просто начать я все пойму что до обзор снимать нет уже смысла потому что все уже все видели и нет смысла вот так вот давайте поступим а я на этом прощаюсь с вами на сегодня и до новых встреч увидимся как говорится